а я дрочила отличный замечательно уважаемые ядра михаил а если путин победит и запад пойдет на уступки каковы ваши прогнозы по рискам для русских в россии в этом случае вероятно ли будет война за сувалькинский коридор и прямой конфликт с нато мне честно говоря все еще сложно поверить в то что будет прямое столкновение с нато потому что это будет как это самоубийственная очень война для режим владимира путина в договор я верю в то что какая-то договоренность может быть достигнута я как раз верю достаточно сильно и украина здесь может оказаться разменной монетой особенно если война будет тянуться очень очень долго чем дольше эта война тянется тем больше факторов которые сейчас невозможно предсказать могут возникнуть что отличает ресурсы запада от поддержания украины но самое очевидное да это китай может начать какой-то новый военный конфликт и запад бросит свои ресурсы на решение уже этого конфликта забудет про украину возможно новизна войны она тоже будет откладывать свой отпечаток на то как политики западной в политике в первую очередь относятся к войне на украине это все-таки война для них посторонняя война из которой запада да сейчас на наших глазах извлекает большую выгоду и пользу когда я говорю запад имеют западную номенклатуру а извлекает большую выгоду и пользу она в тоже в тот же самый момент эффекта уставания он будет он будет накладывать отпечаток и по мере того как общество будет уставать от войны по мере того как будут появляться какие-то новые инфоповоды путин может скажем так одержать первую победу да но снова первую победу для россии для себя путин все необходимые победы уже достиг и это наверное мысль который недостаточно проговариваю поэтому проговорю сейчас ее еще раз что нужно необходимо абсолютно разделять интересы государства и интересы общества а это что нам может казаться трагедией для россии и справедливо кажется трагедии для россии для русского народа для русской культуры является победы для режима владимира путина даже если завтра он сдаст все территории даже если это поражение будет как принято в 8 говорить унизительным даже в этом случае если путин удержится у власти сконцентрирует внутреннюю власть в свою власть внутри россии еще более основательно это для него будет победа потому что самая распространенная ошибка которую совершают журналисты оппозиционные какие-то общественные деятели просто гражданские активисты они идентифицируют интересы россии с интересами режима и таким образом подыгрывают режиму разумеется эти интересы если не противоположны друг другу а то по крайней мере независимы друг от друга для владимира путина принципиально сохранение власти с этой задачи он сейчас прекрасно прекрасно справляется если перестанет справляться вот тогда начнется что-то принципиально интересное спасибо вам большое за донат михаил да поэтому если путин победит и запад пойдет на уступки такой сценарий себе представить можно да в чем будут заключаться эти уступки что путина оставят в покое не будут лезть в россию да с одной стороны это возвращение к тому статусу коо который был до войны с другой стороны владимир путин сейчас успешно зачистил полностью общественную гражданскую жизнь в россии и не чувствует для себя какой-либо угрозы со стороны общества вот это чем это не победа да это настоящая победа